Центробанк выпустит 10-рублевую монету С изображением Перми выпуск запланирован на 2024 год тиражом 1 миллион экземпляров Здравствуйте, вы смотрите новости Верхникамия В студии работает Мария Коноплева и вот главные темы выпуска Осмотрел главную стройку Верхникамия Сегодня в Березники с рабочим визитом приехал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин Голос малой родины в селе Романово светлый праздник В храме Сретения Господни установили новые колокола И сегодня поговорим с горожанами о том, на что они тратят свои сбережения Обо всем подробно расскажем в ближайшие полчаса Строительство микрорайона Любимов движется к завершению Сегодня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин Прибыл с инспекционным осмотром и принял вместе с жильцами новые квартиры Глава региона оценил качество отделки квартир в домах 4 и 8 по улице Братчикова Которые буквально вчера ввели в эксплуатацию Особое внимание Дмитрий Махонин уделил благоустройству территории и развитию инфраструктуры На сегодняшний день в ЖК Любимов построены и заселяются 23 дома Шесть из них сдали в прошлом году До конца этого года планируется ввести в эксплуатацию еще шесть домов И переселить более трех тысяч человек Какие еще вопросы возникли у губернатора, расскажем в пятничном выпуске новостей К другим новостям березняковские огнеборцы спасли двух человек Ночью на Ермака 68 вспыхнул пожар Горела квартира на пятом этаже Сообщение на пульт поступило в 10 часов вечера Загорелась однокомнатная квартира, в которой находились двое мужчин за 50 лет По словам соседей, жители квартиры ведут асоциальный образ жизни В ликвидации пожара участвовало 4 единицы техники, 14 человек личного состава В результате пожара сгорели домашние вещи и мебель на площади 5 квадратных метров Возможной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем Пожар удалось ликвидировать менее чем за 15 минут Только благодаря оперативности огнеборцев мужчины выжили, один в реанимации Затраты на аренду жилья семьям мобилизованных строительства дорог в 2023 году И итоги летней оздоровительной кампании Эти и другие вопросы сегодня обсуждали березняковские депутаты Как показывает практика, семьи мобилизованных столкнулись с жилищной проблемой Жены и матери остались без кормильца На заседании депутаты рассмотрели вопрос о расходном обязательстве На возмещение затрат на аренду жилья за счет средств местного бюджета Членам семьи мобилизованных березняковцев Сейчас проект проходит согласование в Думе После этого мы уже параллельно этим занимаемся Но после этого будет принят порядок Именно компенсации за арендные платежи за жилые помещения Которые арендуют семьи мобилизованных граждан И начнем работать В рамках общероссийской акции взаимопомощи Мы вместе на сегодняшний день пять семей обратились с проблемой оплаты за жилье Предполагается, что и дальше будут поступать подобные обращения Поэтому администрация города и предлагает установить данное расходное обязательство Решение по этому и другим вопросам повестки будет принято на заседании Думы Остальные вопросы, которые обсуждались на сегодняшнем заседании Мы осветим в завтрашнем выпуске новостей Храм Сретения Господня в селе Романово в этом году отмечает 155 лет со дня освящения престола По этому случаю настоятель храма совместно с прихожанами реализовали проект по установке новых колоколов Сколько их всего будет и сколько весит самый большой инструмент, расскажет Евгений Казанцев Икона – это же окно в духовный мир, окно в небесный мир, и они должны быть соответственно в порядке Вера Сидорова с детства является прихожанкой Сретенской церкви Любовь к святыне ей привели родители Вера Семеновна Пусть и живет в поселке Вогулка, что в пяти километрах от Романово В храм добирается летом на велосипеде, зимой кто подвезет или даже пешком Слышишь колокола и думаешь, ой, как хочется в храм Ну это же голос храма Мы же общаемся, мы люди разговором общаемся, языком своим А у храма вот свой такой внешний язык – это голос колокола Он зовет нас Новость о том, что скоро у святой обители появится новый голос – колокола Согревают душу прихожанки Звон колокола испокон веков символизировал начало службы, великие победы или горестные события Сейчас мы привыкли к тому, что обо всем узнаем по радио, телевизору или в социальных сетях В Романово же чтут старые добрые обычаи и хотят знакомить их с молодым поколением Проектом занималась наша прихожанка Она очень такая активная женщина и очень переживает за судьбу храма Она питает надежды обучать колокольному звону детишек Если у нас все это пройдет, то это будет великая победа Вот когда детки, они с энтузиазмом будут залезать на колокольню и какие-то звоны там Это будет вообще здорово То есть, родился проект именно среди прихожан, да, скажем так Я поддержал Сейчас на пике храма уже устанавливают новые колокола Почти 300-килограммовый благовест уже на своем законном месте И радует прихожан звоном Литьем новых колоколов занималась московская компания Литекс Изначальной идеей проекта является создание правильного и приятного звучания Старые колокола не производили такой красивый звук Хотя некоторые из них и приняли решение оставить Мы еще решили оставить и количество колоколов из старого развеса Потому что они как бы созвучно получились вместе с новым И в результате у нас получится 10 колоколов Будет очень хороший ансамбль Установка новых колоколов обошлась в 800 тысяч рублей Спонсорство оказали компания Лукойл, меценаты и прихожане храма Многие из них не хотят публичности, поэтому попросили и оставаться неназванными Благодаря новым колоколам храм не только станет приятнее для прихожан Но и будет иметь свою изюминку, привлекающую туристов Я вот когда домой еду, мы живем в поселке Вогулка Около 5 километров отсюда И я не знаю, туда я еду домой или сюда я еду домой Евгений Казанцев, Степан Некрасов, новости в Верхнекамье Откладывают ли деньги горожане и на что они копят Об этом не только поговорим во втором блоке выпуска Вернемся после короткой рекламы Оставайтесь с нами Для многих охота важнее добычи Но после этой охоты вы 100% останетесь заветным трофеем С 24 по 28 октября Телекомпания Верхниками ТВ совместно с Радио Европа Плюс Проведут масштабный квест Охота на Евромобиль 120 подарков и море драйва охота начнется уже через 4 дня Включайте волну 102 и 8 Там в прямом эфире Радио Европа Плюс Вы получите подсказку, где находится наш фирменный Евромобиль Откроют секрет локации гости студии опытные автолюбители Лишь за одну неделю мы разыграем порядка 120 подарков Сертификаты на роллы, подарки для ваших ласточек Фирменный мерч телекомпании Верхниками ТВ Кстати, будут радости и для спортсменов Абонементы на Зумбу, Центр кинезитерапии 30 октября в День автомобилиста В группе ВКонтакте Верхниками ТВ Мы проведем большой розыгрыш супер призов Среди них годовой абонемент Фитнес-клуб Форма Принимайте участие в квесте Всю неделю шансы на победу увеличатся Охота начнется через 4 дня Успевайте подготовиться На территории Верхниками В ближайшие несколько лет Установят еще больше вышек сотовой связи Планируется, что к 2025 году Сотовая связь будет в каждом поселке Численностью от 100 человек А в Губахе в следующую среду Состоится презентация путеводителя По местам съемок фильма «Сердце Пармы» Обо всем подробнее в рубрике Верхниками сегодня Привет, Верхниками! Находиться в дороге и не беспокоиться о том Есть ли сейчас связь В ближайшие несколько лет станет реальностью Так, до конца этого года в Прикамье Будут обеспечены сотовой связью Более 90 населенных пунктов Работа, кстати, ведется и на междугородних трассах За счет средств регионального бюджета Были установлены 10 базовых станций Сотовой связи на участках дорог Пермь-Березняки, Соликамск, Красновишевск Как сообщил глава краевого Минсвязи Планируется, что в 2025 году 99% дорог Пермского края Будут оснащены связью Для вызова экстренных служб Переносимся в Губаху А точнее на местную лыжную базу Уже в эту субботу, 22 октября На территории комплекса вновь откроют свои двери бассейн Напомним, в учреждении проводили ремонт потолочных плит и перекрытий Чашу бассейна также произвели замену лестницу входа в бассейн И на вышках для прыжков в воду Кинолента, снятая в окрестностях Губахи, продолжает собирать просмотры в кинотеатрах Эпическая драма «Сердце Пармы» Это история противостояния двух миров Великого Московского княжества и Уральской Пармы Древних пермских земель, населенных язычниками Если вы уже успели увидеть фильм своими глазами То сообщаю радостную новость Туристический путеводитель по местам съемок фильма Будет презентован уже 26 октября в ДК «Энергетик» в 18.00 В брошюре собраны автомобильные и сплавные маршруты По ключевым местам книги и локациям съемок киноленты Не упустите и вы возможность стать героем эпической драмы «Сердце Пармы» Рубрику «Верхняками» сегодня подготовили Екатерина Зебзеева и Степан Некрасов Мои родители-полицейские в Березняках подвели итоги конкурса рисунков Дети изображали мам и пап занесением службы Лучшие работы поедут в краевое МВД для дальнейшего отбора Это и дознание, и штаб, и следствие, и по делам несовершеннолетних, и ГАИ Поэтому давайте выберем из этой пока возрастной категории лучшие 12 работ в жюри полицейские и члены общественного совета при полиции Над рисунками трудились дети в возрасте от 6 до 14 лет в трех возрастных категориях Выбрать по одной работе из каждой непросто Рисунки были очень интересные, работы все творческие Каждый ребенок подошел ответственно и с душой изобразил своих родителей полицейских Рисунки были нарисованы и карандашами, и фломастерами, и красками Были даже рисунки в технике аниме В итоге в младшей возрастной категории победил Егор Погонышев В категории 9-11 лет Иветта Шишкина А в старшей возрастной категории победил Родион Ковалев Их рисунки, как и труды детей из других отделов при Каме Направят в Главное управление МВД по Пермскому краю После лучшие из лучших поедут в Москву Сегодня свой профессиональный праздник отмечают те, без кого не было бы вкусных завтраков, обедов и ужинов День повара Согласно легенде, у древнегреческих богов была верная помощница кухарка Кулина Которая стала покровительствовать поварскому искусству, получившему название кулинария Отличный повод отметить этот праздник и приготовить что-нибудь вкусное Например, качественный стейк от рыбака Камчатки Вечно можно смотреть на огонь, воду и на вкусную аппетитную еду Приготовить полезный ужин до такой, чтобы все домочадцы остались в восторге, просто К нам в город с богатым уловом приехал проверенный поставщик морских деликатесов рыбак Камчатки По пищевым и кулинарным качествам рыба не уступает мясу, а по легкости усвоения и вовсе превосходит Я купила икру и чавычу горячую копченину А до этого уже здесь пробовали? Да, да, да И что у вас в топе? Что больше всего нравится? Ну, обычно покупаю икру и чавычу, и холодную или горячую Чавычу и рулет попробовать А до этого уже брали в рыбаке конфет? Да Тоже чавычу, очень вкусно Чавычу слабосоленную А почему ее? Ну, я ее на бутерброды всегда покупаю В больших холодильниках для березняковцев уже подготовлена свежемороженная рыба Стейки, спинки и балыки Технологи лавки подвергают шоков и заморозки И запечатывают в вакуум Так все полезные витамины, минералы и аминокислоты в морской рыбе сохраняются Кстати, если вы решили приготовить рыбку самостоятельно, то лучше всего ее запечь При таком способе термической обработки сохраняется максимальный объем полезных веществ Но если времени на готовку совсем нет, рыбак Камчатки и тут придет на помощь В наличии уже готовая копченая и слабосоленая рыба, приготовленная по старинным рецептам Рулет горячего копчения, это рыбная сортия, содержит несколько видов рыб Это белорыбица, чавыча, тунец, без единой косточки, рассыпчатый, жирный, очень вкусный Чтобы быть уверенным на все сто в качестве продукции, попросите у продавца ветеринарное свидетельство Это гарантирует подлинность рыбы За свежими камчатскими дарами, что еще недавно плескались в Тихом океане, приходите в ДКМ Неленина Рыбак Камчатки пробудет в Березняках до конца этой недели Екатерина Зибзеева, Сергей Александров, новости Верхнекамья Сбережения есть почти у половины российских семей Об этом сегодня рассказали социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения Главные мотивы сберегательного поведения отложить на покупку и ремонт недвижимости, отдых и лечение А на что откладывают березняковцы, с этим вопросом мы вышли на улицы города Я на что коплю? У меня вообще-то все есть, на всякий случай Я всегда коплю деньги на поездки интересные, я люблю путешествовать Куда ездили? Ой, в этом году я ездила в Геленджик, это очень просто замечательно, мне так понравилось На поездку на юг, на подарок жене, сыну, внукам На поездку, в отпуск А куда, например? На Соловки собрала 1 августа Соловки, это где? Это Калининградская или Мурманская область, ну где-то далеко Я их не кладу, не берегу, я их детям отсылаю На квартиру, детям на учебу в дальнейшем А я их не откладываю, у меня их не остается Ни на что, нет возможности откладывать Чем занять себя в выходные? Этот вопрос все чаще возникает у любителей активного досуга Погода меняется, хочется больше времени проводить в уютных компаниях Ксения Калугина подготовила афишу культурных событий на выходные Арктическое вторжение – не повод сидеть дома Самое время находиться в теплых компаниях с интересной культурной программой Афиши на выходные, как всегда, разнообразные Любите театр? Приходите всей семьей на спектакль «Фуня» в Березняковский драматический театр Показ состоится 21 октября в 6 часов вечера Продолжаются выставки и в музее имени Коновалова Художники, графики, скульпторы и мастера декоративно-прикладного искусства делятся своими мыслями на выставке «Осенний вернисаж» Посмотрите и на персональные выставки Жанны Заграбовой и Юрия Устинова В историко-архитектурном музее-заповеднике Усоли-Строгановская прогуляйтесь по посаду Посетите уникальные выставки в палатах Строгановых и усадьбе Голицыных Пешеходные экскурсии или музейные экспозиции выбирать вам С полной программой вы можете ознакомиться в группе ВКонтакте Музей-заповедник Усоли-Строгановская 21 октября вы глубже сможете ознакомиться с историей города На виртуальной экскурсии «Давай пройдем по городу пешком» Встречаемся в библиотеке номер 3 по адресу Черняховского, 57 Узнаем любимый город Порадует теплом и уютом и Кооператив-центр 21 октября в 18.30 приходите на вечер кино и чая 22 октября в 2 часа дня состоится необычный мастер-класс «Букет в тыкве» Выражайте себя через творчество О практике палсинга и лунных циклах вы узнаете на теплом завтраке в воскресенье 23 октября Ну а вечер проведите за мастер-классом, дегустацией и теплым общением на программе «Кофе в фужере» Записаться на мероприятие вы можете в группе ВКонтакте Кооператив-центр Проведите выходные атмосферно и с пользой Афишу на выходные подготовили Ксения Калугина и Степан Некрасов Делайте новости вместе с нами С вами прощаюсь в студии работала Мария Коноплева Всего вам доброго и только хороших новостей Дальневосточные морепродукты Чувыча, Кижуч, Красная икра от компании «Рыбак Камчатки» С 17 по 23 октября ДК Ленина, улица Ленина, 50 Спонсор прогноза погоды – мед от компании «Сандалов» С 15 по 22 октября в ДК «Металлург» Товар месяца – мед малиново-кипрейный Скидка 35% Купи 2 кг меда, третий в подарок Спонсор погоды – компания «Лига» Изготовление печатей и штампов Город Березняки, улица Ленина, 47, офис 243 В пятницу, 21 октября Синоптики прогнозируют нам облачную погоду Местами пройдет дождь В Березняках температура ночью 0 градусов Дневные часы плюс 1 В Соликамске дождь и плюс 1 В Александровске снег с дождем 1 градус выше нуля В Губахе плюс 1 мокрый снег В Кизеле снег с дождем и 0 градусов 21 октября атмосферное давление 736 мм ртутного столба Ветер западный 7-9 метров в секунду Геомагнитное поле слабо возмущенное Дальневосточное морепродукты Чивыча, кижуч, красная икра От компании Рыбак Камчатки С 17 по 23 октября ДК Ленина, улица Ленина, 50 С 15 по 22 октября В ДК Металлург Мед от компании Сандалов Товар месяца Мед малиново-кипрейный Скидка 35% 450 рублей за килограмм Акция купи 2 килограмма любого меда 3 килограмм на выбор в подарок Печати, штампы, гравировка, пломбиры и металлические печати Березники, проспект Ленина, 47, офис 243 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА